Итак, друзья, следующее, чем я хотел бы вас ознакомить, это с кодексом игры. С кодексом игры, бизнес-драйв. Кодекс игры, это, по сути, это свод правил игры. Свод правил игры. Если это игра, то у каждой игры есть правила. Итак, какие они? Первое, это игровые роли. У нас есть игровые, или мы называем их артельные, роли в игре. Но если это игра, тогда у нее есть игровые роли. Соответственно, какие роли у нас есть? Первая и самая главная роль, это капитан стартапа. Капитан стартапа, это человек, который имеет, или хочет иметь стартап для дальнейшего его развития. То есть, если у вас есть намерение сделать свой бизнес, если у вас есть намерение стать предпринимателем в сибирской артели, вы капитан. Ваша игровая роль, капитан. И вы ее, соответственно, себе можете взять. Вторая роль, это капитан сервиса. Это означает, что вы готовы оказывать услуги для стартапа или других сервисов внутри сибирской артели. Это могут быть разнообразные услуги. Это может быть все, что угодно. Итак, это услуги по развитию бизнеса. Дальше идет пять игровых ролей, поддерживающих капитана. Первая игровая роль, это носитель идей или автор. Если у вас есть бизнес-идея, вы не хотите развивать эту идею сами, то тогда вы заходите, вы можете объявить, сказать, я носитель идей или автор, и выложить свою бизнес-идею для поиска капитана. Если капитан, появится человек, капитан, который будет развивать свой стартап на основе вашей бизнес-идеи, то welcome, все самое главное произошло. Итак, носитель идей, автор, это человек, у которого есть бизнес-идея, и он ищет капитана для ее реализации. Следующая игровая роль, это ментор. Ментор означает, что я имею опыт в становлении и развитии стартапов и готов делиться этим опытом с капитаном. Также важно, что ментор разделяет ответственность, успеха и развитие стартапа, разделяет ее с капитаном. Коуч стартапа. Коуч стартапа, это человек, который готов поддерживать капитану и команду стартапа в осознавании, прояснении целей, этапов, ближайших шагов, действий для развития стартапа. То есть, если вы знаете, что такое коуч, то в данном случае это как раз и есть коуч стартап. Если вы не знаете, что такое коуч, тогда это другая тема. Итак, тьютор. Роль тьютора означает, что я готов помогать капитану и команде стартапа проходить точки развития стартапа на экране. То есть, тьютор это человек, который знает и понимает, как устроено все наше внутреннее пространство в игре бизнес-драйв, знает, как устроена сибирская артель, и он вам может просто подсказать, какой следующий шаг, как проходить точки, что делать, к кому обращаться и так далее. Это человек, который владеет информацией о том, как здесь все устроено. И последняя поддерживающая роль капитана – это эксперт по. Это означает эксперт по какой-то области. Эта роль означает, что я имею опыт и знания в определенной области и готов делиться этим опытом и знаниями с капитаном. Следующая игровая роль – это интернет-маркетолог. Или мы называем его интернолог. То есть, интернет-маркетолог – это человек, который готов брать на себя ответственность за формирование потока заинтересованных клиентов в команду продаж стартапа. То есть, полностью заняться вопросом, связанным с лидогенерацией. То есть, из его круга ответственности – это все те действия, которые необходимо сделать, чтобы поток заинтересованных клиентов или лидов попал в команду продаж. Инвестор. Инвестор – это человек, который готов вкладывать деньги в стартап за долю в этом стартапе. Здесь все просто. И, наконец, последняя роль – это знакомство. Это роль знакомства для новичков. Это для тех людей. И каждый вновь прибывший человек в Сибирскую артель берет на себя роль знакомства. И это означает, что он заходит в игру. В принципе, ему это интересно. И он пребывает в этой роли, чтобы осмотреться и понять для себя, как все здесь на самом деле устроено. Действительно ли здесь происходит то, о чем я сейчас рассказываю или декларирую. И он заходит в ролью знакомства, чтобы осмотреться и, соответственно, после этого выбрать для себя одну из игровых ролей. Роль знакомства дает возможность присоединиться к нашему коммуникационному сайту, а также приходить на наши встречи. То есть полностью войти в информационный поток, который генерирует Сибирская артель. Следующая часть кодекса – да, и про артельные роли. То есть все артельные роли вы выбираете сами. Вы записываете их на своей страничке после того, как вы присоединились. То есть вы можете выбирать одну или несколько игровых ролей. И каждая игровая роль просто обозначает всем остальным, как и каким образом вы участвуете в этой игре. То есть как вы играете в эту игру. И еще раз повторю, что в любой момент вы можете поменять свою игровую роль, добавить, взять несколько, убрать. И этот момент на принятии игровой роли или смены ее фиксируется на вашей личной страничке. Следующее – это варианты финансового взаимодействия или ВФВ, так называемые. Итак, вариантов финансового взаимодействия внутри Сибирской артели – четыре. Первый – просто так. Это означает, что я готов оказать тебе услугу, поделиться знанием или сделать эту работу просто так, потому что мне нравится это делать и просто хочется тебе подарить. Второй вариант – за деньги. Это классический вариант. В этом случае обговаривается конкретная сумма денег и обговаривается, что, собственно говоря, за эту сумму денег вы получаете. То есть это стандартный способ. Третий способ – это за процент с оборота. И здесь это о чем? Это когда команда делает определенную работу, и вознаграждением для команды являются те деньги, которые приходят в стартап от реализации товаров и услуг. И обычно мы делим маржинальную прибыль. Маржинальная прибыль делится по процентам согласно коэффициенту трудового участия некоторого КТУ, который заранее определяется, то есть проценты определяются заранее капитаном. Допустим, интернет-маркетолог может зайти в стартап за 5% маржинальной прибыли и выполнять свою работу за 5% маржинальной прибыли. Соответственно, если маржинальная прибыль есть, команда получает деньги, если маржинальной прибыли нет, команда не получает деньги. В этом смысле команда разделяет ответственность с капитаном за успех, но и за движение и продвижение в проекте. То есть вся команда находится в круговой поруке относительно результата. Если один не доработал, команда не получила результат в виде денег от клиентов и, соответственно, не получил никто. Итак, это было за процент с оборотом. И последний вариант финансового взаимодействия это за процент доли бизнеса. Вы можете договориться на процент доли бизнеса, допустим, как интернет-маркетолог. Вы заходите и делаете работу, связанную с лидогенерацией для бизнеса. И, соответственно, если я обращаюсь к капитану, вы договариваетесь с интернет-маркетологом о том, что он делает свою работу по лидогенерации в ваш бизнес за процент доли вашего бизнеса. В дальнейшем монетизация происходит после того, как стартап развивается, становится стабильным, прибыльным и успешным. Этот процент или акции, которые акции этого бизнеса, интернет-маркетолог может продать на бирже артели. И таким образом получить деньги за свою работу. Соответственно, если стартап стартанул успешно, все получилось здорово, тогда акции стоят дорого. Если ничего не получилось, они либо не стоят ничего, либо стоят немного. Отдельная часть кодекса игры это экран игры, дорожная карта экран игры, или мы его называем экраном артели. Это дорожная карта развития стартапа. Дорожная карта или маршрутная карта это путь развития стартапа, состоящий из стартовой, промежуточных и конечных точек пути. Соответственно, где стартовое является желание сделать свой бизнес, свой стартап. Я хочу сделать свой стартап, свой бизнес. И, конечно, условно мы считаем, что 1 миллион маржинальной прибыли является достаточным условием, чтобы считать, что рентабельная, устойчивая бизнес-модель была найдена. Соответственно, экран игры это таблица из более чем 100 промежуточных точек развития стартапа, на котором отображается текущее состояние развития каждого стартапа артели. Про экран игры есть отдельное объясняющее видео, можно перейти на страничку и посмотреть его там. Следующий пункт нашего кодекса это вход в игру. Решение о присоединении к игре принимает староста артели. На сегодняшний день это я, Рудык Денис. На основе решения принимает староста, на основе человеческого доверия. Соответственно, признаком присоединения к игре является присоединение к коммуникационному сайту. Если у вас есть доступ к нашему коммуникационному сайту, это признак того, что вы являетесь членом артели. И вход в игру мы разделяем 6 уровней погружения в игру бизнес-драйв. Уровень 1. Вы заходите и выбираете роль знакомства и находитесь в ней до тех пор, пока не решаете поиграть в игру по-настоящему. Если вы предпринимаете это решение, то тогда для вас этап знакомства завершен, вы выбираете одну из игровых ролей нашей игры. И записываете, соответственно, на своей страничке. Итак, если вы выбрали игровую роль, вы находитесь на втором уровне погружения в игру. Третий уровень это когда вы осознанно подписываете меморандум игры. Это 14 базовых принципов, на которых строится, собственно говоря, наше пространство. Четвертый уровень это когда вы приглашаете новых членов в сибирскую артель. И становитесь для них поручителем и наставником по вводу в игру. Каждый артелец имеет внутри сибирской артели поручителя и наставника по вводу в игру. И соответственно, четвертый уровень означает, что вам здесь нравится, вы готовы играть в эту игру. И это настолько, что вы приводите человека в сибирскую артель, который доверяет вам. И вы становитесь за него поручителем и наставником. И пятый уровень это присоединение к команде артели. Команда артели это люди, которые выделяют дополнительное свое время на развитие самой игры. На развитие игры, создание игрового пространства и выполнение каких-то административных или коммуникационных внутренних функций. И наконец, шестой уровень, высший пока, это когда человек становится старостой. Что означает, берет на себя всю ответственность за все, что происходит внутри сибирской артели. Выход из игры. Выход из игры может произойти в одном из трех случаев. Ну, первый, добровольно самостоятельно, когда вы, являясь членом артели, решаете о том, что вам здесь стало неинтересно. Или здесь происходит не то, что вы хотели, не то, что думали. Ну, или неважно по каким причинам, вы решаете покинуть игру. В этом случае вы сообщаете старости о том, что вы покидаете игру. Все просто. Второй, это принудительно на основе, при отсутствии взаимодействия в артели в течение длительного времени. Ну, если вы в какой-то момент согласились, а потом пропали, и вас нет достаточно длительного времени, вы не появляетесь, мы не знаем где вы, как вы, что вы, тогда староста может принять решение об исключении вас из-за него. И, наконец, третий вариант, это принудительно на основе решения об утрате доверия староста. Я, как староста, на сегодняшний день староста я, староста артели, может принять решение о том, что вы потеряли его доверие к... Потеряли его доверие. В этом случае староста единолично, своим собственным решением и ответственностью, может исключить вас из игры. В этом случае староста извещает бывшего члена артели, и после выбывания у вас, или у того, кто выбывает, соответственно, исчезает доступ к коммуникационному сайту, и далее все, что вы наработали в сибирской артели, является собственностью как вашей, так и сибирской артели. Все, что вы получили, это ваше, и вы можете этим пользоваться. Все, что вы наработали внутри сибирской артели, это собственность сибирской артели, мы также можем этим пользоваться. Последний пункт, последний пункт из кодекса, это команда артели. Команда артели это, еще раз скажу, это те артельцы, те члены артели, те игроки игры бизнес-драйв Которые согласились разделить ответственность со старостой за все то, что здесь происходит То есть разделить ответственность за создание этого пространства Пространство, которое позволяет двигаться по пути своей самолизации через создание своих стартапов Ну что ж, далее на страничке идет организационная Про то, что каждая страница этого коммуникационного сайта это часть правил игры бизнес-драйв Каждое изменение, которое происходит в пространстве, в жизни, так тем или иным образом отражается на страницах нашего коммуникационного сайта Соответственно каждый из вас может принять участие в создании той игры, которую мы создаем Игра бизнес-драйв Идея превратить работу в игровое пространство И здесь мы, это идея игры, и мы превращаем работу в игровое пространство все вместе Соответственно через комментарии к каждой странице вы можете написать свое восхищение Обратную связь, свое отношение к тому или иному написанному Если вы увидели, что что-то нелогично или что-то неправильно с вашей точки зрения Вы можете написать об этом, и этим вы усиливаете игру И, ну, собственно говоря, вот, наверное, здесь все Спасибо 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 Спасибо